всем доброго времени суток уважаемые зрители добрый день и видите у нас идет цикл передач я решил снять таки эти и думаю посоветую с андреем и андрей мне как бы это почему бы нет это было бы очень здорово и андрей согласился на эту съемку и мы сделаем как бы такой цикл передач именно посвященной нашей поездки нашим пяти дням нашей рыбалки и сейчас мы с андреем уже разговаривали с вами о приманках разговаривали там еще попутно о чем-то а вот сейчас мы хотим поговорить о снастях на которые мы рыбачили но машина уже загружены и снасти все загружены но я думаю это и не важно будет всем заинтересованным людям чтобы в кадре была там удочка не важно с каким брендом потому что мы не будем сейчас привязываться каким-то там отдельным брендом мы просто в целом расскажем про катушки и спиннинги и шнуры которые применялись и какие бы грамотней было бы может быть бы применить которых у нас не было типажи там тесты да типажи те же тесты и передаю слово андрею друзья но безусловно мой опыт по амуру не богатый но в принципе я достаточно часто ловлю крупную рыбу и в море и в пресной воде и могу сказать что концепция подбора снастей что в море что при крупной рыбе в пресной воде она там достаточно близко то есть мы понимали что например тот же верхогляд ну если он даже будет 7 8 10 килограмм то вряд ли больше ну вряд ли да 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 понимали что сейчас не сезон и скорее всего такого крупного не будет абсолютно да поэтому бы ну у меня по крайней мере было две снасти я одну снасть использовал для ловли на дальние дистанции но с небольшим таким уклоном в сторону и мощности и там форсированного вываживания и там стояла безусловно не супер тонкая леска то есть если бы в других условиях при ловле какой-то там рыбы весом килограмм 2 максимум там два с чем-то три я бы мог использовать леску допустим и 08 по японской классификации и шарашил бы там те же пикеры 28 граммовые 30 граммовые на дистанцию там сотка может быть там 105 метров да но здесь я прекрасно понимаю что на этот же небольшой пикер может всадиться и достаточно хорошая крупная рыба не знаю какая она может поэтому конечно 08 это слишком тоненькая была бы плетенка я использовал 8 жильную она гладкая она чуть-чуть обеспечивает большую дальность по сравнению с 4 жильный и достаточно в принципе толстую если мы вообще говорим о дальнем забросе то есть у меня плетенка была двушка по японской классификации при этом катушка была четырехтысячная twin power достаточно большой диаметр который позволяет даже с двушкой очень неплохо бросать то есть этот же 28 граммовый ганджик летел пикер ганджик летел на ну наверное 80 точно возможно даже 90 вот я думаю вот такая дистанция была палка который я в основном использовал в этом комплекте это аспора 802 до 28 грамм это мой такой лайтик вот лайтик для этих условий кстати я сейчас хочу тут же сразу рассказать про аспро я первый раз жизни попробовал аспро и у меня на канале видели как бы сказать видео негативная которая отзываясь о графит лидере тира прототип вот и когда мы начали рыбачить я андрей сказали игру что-то после этих ситуаций за деньги стоят спиннинги игру в отношении графит лидеры сразу же какое-то такое было отторжаемое и в этот момент я как-то взял на какое-то время порыбачить аспро и понял что это действительно что-то другое то есть он в корне отличается от топовых моделей бандели графит лидер тира прототип лучшая чуйка действительно абсолютно лучшая чуйка хотя и спиннинг стоит дешевле получается у него лучше как бы сказать динамика заброса строй нагружается очень интересно потому что как бы андрей эту палочку собирал именно специально для рыбалки такой как он ее видит то есть под свой стиль то есть знаете да то есть если кто-то затачивает там запасом мощности с запасом выносливости для катера когда ты прыгаешь по волнам когда ты должен уверенно чувствовать себя с этой снастью то есть если даже она где-то что-то упала ударилась она должна быть в строю она там да и она должна быть к этому готова да и вот что что хочу еще сказать я не джиговики на джиг я рыбачу очень-очень мало и очень слабо в этом понимаю но когда я начал рыбачить этой палочки я андрею сказал андрей это вот как бы твой вкус да андрей сказал да я грудь очень обалденный вкус потому что мне сразу же понравилось кончик эта палочка не концевик кончик как его книг льет но именно жесткость кончика она сбалансирована прям вот так вот очень-очень удачно где-то среднем диапазоне отдается когда падает джиг горовка в руку и маленько как бы подыгрывать кончик то есть на всякий случай если вы что-то там прозевали но вы смотрите то вам как бы еще кончик напомню еще можете отследить этот момент то есть очень-очень удачно прости давай руку я с тобой немного не согласен да но по поводу тиро прототипе не согласен его прототип у них чуйка выше вот возможно возможно ты ловил там в каких-то определенных условиях не знаю или ну это твое мнение это нормально нет это нормально то есть но тебе вот как бы ты так считаешь но все-таки я считаю вот какими моделями я не ловил я многими ловил там его прототипы тира прототип вот у них чувствительность выше у вас про очень крутая чувствительность но у него прототип еще выше ну вот видите значит я по ходу как бы сказать ошибаюсь потому что я говорю мне может быть ты не ошибаешься может быть это твои ощущения в рыбалке очень много завязано на ощущение поэтому один воспринимает так другой так именно поэтому много разных мнений кто-то леску поставил чуть более мягкую чуть более растяжимую то есть даже например 4 жилка японская если мы берем по ведущим брендам там с онлайн варива свой джекей классика жанра 4 жильная плетенка немного больше тянется ну как немного больше ты как как это называется метр метрик нет извини метролог метролог прости пожалуйста ты как метролог я думаю сейчас все оценишь вот на дистанции примерно 6 метров 4 жильная плетенка японская тянется при нагрузке где-то 700 грамм тянется на 6 сантиметров 8 жилка тянется примерно на три с половиной сантиметра и это напрямую влияет на общую чувствительность это да но у них до разных коэффициент на это как сказать растяжимость это будет поэтому здесь в удочках тоже много нюансов там не ту леску ты поставил ты она поглуше стала да ты например поставил у с онлайна есть модель castaway эта плетенка 4 жильная но такая очень гладкая прям скользкая она заточена на максимально дальние забросы в основном на морскую тему когда ты ловишь в динамичном стиле или на пикеры или на воблеры и она такая она среди всех плетенок реально самая растяжимая ты есть и в джиге будешь использовать ты очень сильно удивишься какая у тебя глухая палка поэтому но очень много реально очень много тонкий да и мы даже экспериментировали мы пробовали на одну палку вешать разного веса джигаловки потом меняться палками опять вешать джигаловки разные приманки и очень сильно влияет сочувствительность то есть у действительно много факторов оценить как бы однозначно ну как бы сравнить это нужно брать две палки в одних условиях одним шнуром перевешивать одну и ту же катушку с одним и тем же шнуром и одной приманкой. Но я ни в коем случае не хочу перечеркивать твой какой-то опыт и говорить, что ты неправ, чтобы ты признал, что ты ошибся. Да нифига, у тебя был такой опыт, это нормально. У тебя такое мнение, но каждый человек имеет право на свое мнение, особенно профессионал своего дела. А я считаю, ты профессионал своего дела. Тут же, как сказать, все относительно, и эти единицы чувствительности, если так разобраться, в чем они вообще измеряются. Вот, метролог пошел. Зашел в кадр метролог. Да, да, зашел в кадр. То есть если дальность заброса мы можем измерить в Международной системе измерения единиц, то есть метр, это везде метр в Африке, мы можем это все сделать. То в чем будем измерять чувствительность? То в чем будем измерять чувствительность, тем более спиннинга? Чувствительность что там, там микросхемы там какого-то, входного каскада, там это можно в этих в милливольтрах, в микронах, в микроамперах, к примеру, мощность в ваттах. Тут тебе виднее, да. Да, много всяких единиц, скажем так, децибелы, затухания, к примеру, или шум, еще что-то. Ну вот именно в чем измерить чувствительность бланка спиннинга, и какой датчики эти будут располагаться на ручке, по всему. Ну вот действительно, это очень сложный момент, и я не ученый, я действительно не понимаю, как это все сделать грамотно. Ну я не собираюсь это сделать грамотно, от этого, когда мне тоже люди говорят о чувствительности, я всегда говорю, это лично каждого, как бы сказать, ощущение, лично каждого. Потому что подтвердить это на данный момент словами, и с точки зрения математики, и физики, какими-то приборами, я не знаю, пока как-то не получается. Да, хотели поговорить о снастях для Амура, и перешли вообще вот туда, полетели по протоке с Амура, и вообще совсем другой образ. Да не, давай оставим, я думаю, людям будет интересно. Ну да, да, да. Давай оставим, договорились? Да, мы оставим этот момент. Просто я еще что хотел сказать. Очень много реально тараканов в голове. Очень много. Человек попробовал какую-то палку там на песке, у него одно восприятие. Попробовал чуть на более заилийном грунте, другое восприятие. Попробовал в озере на сильно заилийном грунте и сказал, что за говно? Как так может быть? Я за палку там заплатил, не знаю, 10, 15, 30, 40 тысяч рублей, да? Говно, не чувствует вообще ничего. На самом деле очень много нюансов, и ты должен реально понимать, что даже если ты берешь топовые палки за там огромные деньги, на илистом грунте в озере, ничего не произойдет. Да, не приходится что-то ожидать. Ничего не произойдет, да. То есть, ну, поставил другую леску, другая будет чувствительность. Задул боковой ветер, другая будет чувствительность. Используешь, вот тоже очень интересно, используешь легкую джиг-головку, ну, это сейчас не легкая, это средняя, допустим, 26 грамм, и здоровую приманку, будет одна чувствительность. Если оставишь такой же вес, будешь использовать меньшую приманку, она будет динамичнее падать, будет другая чувствительность. А если увеличишь размер приманки, то будет глуша при прочих раундах. Ну, то есть, реально, реально много... Я в этом уже убедился. Много оттенков, очень много оттенков. Поэтому что-то вот так вот прям топором рубить и заявлять, что это плохо, это хорошо, а это вот так, надо обладать большим... Знанием. ...большим набором знаний в разных условиях. В разных условиях. И только после этого вообще можно приближаться к рассуждению, к диалогу об этой теме. Да, абсолютно оно верно, но мы все-таки блогеры, вы смотрите наш на ютубе, много-много-много блогеров, у каждого свой опыт, от этого все мы рассказываем сугубо лично свое мнение и не претендуем на какую-то истину. Единственное, какая истина, это можно провести, это можно сделать дальность заброса, проверить метраж, одной и тем же шнуром выйти, вот уже четко сказать, да. Тут против цифр не попрешь. Да, против цифр после математики не попрешь. А все остальное, как чувствительность, это вот, ну как бы вообще что-то там, космос какой-то такой, который точно никак не можно описать ни в каких цифрах на данный момент. Но я думаю, если какие-то специалисты после этого видео займутся в каком-нибудь научном институте, который занимается данным... Повлеченные творческие люди, может быть... Да, может быть они предложат... Подключиться, да. Да, подключиться и, может быть, они придумают какую-то систему там кварцевых датчиков, возможно... Мне интересно, хотя бы начать пробовать. Да, расстановят эти кварцы, потому что кварцы обладают пьезоэффектом, то есть если на него воздействует механический, то на концах появляется... Это ты туда говори, потому что я ничего не понимаю, что ты говоришь, я только все равно могу вот так сидеть киваться. То есть я предполагаю, допустим, что это можно проверить частюте с помощью кварцев, потому что есть такой пьезоэффект, да, как бы у кварца. Если на него воздействует механический, то на концах получается разность потенциалов. Допустим, как в часах, если на него на концы поступает, электричество, то он вибрирует с очень стабильной частотой. Грубо говоря, вот этот эффект. Может быть, эти кварцевые пластины распределить по всему бланку, и когда будет делаться заброс, будут вырабатываться очень маленькие токи, вернее, вольты, они будут потом считываться этим компьютером как-то, и уже из этих единиц как-то определяться эта чувствительность. Но я пока как-то в голове слет, думаю, именно о такой схеме. Здесь тебе виднее. Да, думаю, мы, может быть, дожьем до этого момента, что когда производитель будет продавать свои спиннинги, и будет такой шильдик написан «Чувствительность столько-то, столько-то таких-то единиц». 973 единицы. Да, да, то есть чего-то. Думаю, было бы здорово, Андрей, как ты думаешь? Ну, прикольно, да, согласен. Тут уже четко никто не попрешь. Тогда никто не копит эту палку и скажет «У него фиговая чувствительность, уже все, против науки не попрешь уже железнобетонно». Слушай, и давай скажем, по вторым комплектам мы же ловили в основном более мощными снастями. Это я начал с такого лайтика условного. Ты ловил, у тебя леска была какая там? 0,35 по русской классификации. По русской классификации. Это где-то четверка по-японской, да, наверное? Да, да, чуть-чуть там, ну, примерно больше, да. Или поменьше, ну, около четверки. Ну, да, около четверки. Короче, да, Саша использовал около четверки леску, я использовал ровно трешку, и я лично использовал палку до полтинника. Это был ZXXXLON, еще моя одна именная серия. Ты использовал палку до 70 грамм. Да, тоже ZXXXLON, это тоже Андрея Спиннинг, мне дал им порыбачить. Ну, в целом, я вот считаю, что если ты ориентируешься на крупную рыбу, а желточок же может быть, ну, вообще достоверно нет информации, какого его можно ловить. То есть, есть рыбы и по 50-60 килограмм веса. Абсолютно верно. И если подобрать к ним ключик, то снасть должна быть, ну, наверное, не до полтинника. То есть, начиная с 70, это такой хотя бы там первичный диалог начинается. Да, если желточок ловить, я думаю, да. Потому что я видел в жизни очень-очень больших желточоков. С мой рост это спокойно, грубо говоря, они достигают таких размеров. И это не единичные рыбы. Я просто в какой-то момент их видел просто огромное количество очень больших рыб. А там в районе десятки, двадцатки это, ну, очень-очень много. То есть, это действительно есть на Амуре эти рыбы. Поэтому, да, Амур прекрасен. Есть, я уверен, что есть много трофейной рыбы. И к этой трофейной... Я часто это говорю, и лишний раз повторить стоит. И к этой трофейной рыбе нужно быть готовым. Если ты ловишь на тоненькие снасти с тоненькой леской, ну, что ты можешь сделать с этим желточоком весом там 20 хотя бы килограмм. И у тебя плетенки 100 метров, да? Абсолютно ничего. Ну, как бы все, ты проиграл. Ты не выходя на воду проиграл. Андрей, это знаешь, как картина называется по факту? Вот я наблюдал у нас с берега, как рыбаки рыбачат. И вообще в жизни. Это когда у тебя 100 метров плетенки, к примеру, и слабые спиннинги, и слабенькая катушечка, поклевка, и через 6 секунд все заканчивается. И человек такой стоит и сразу же бежит в магазин. Дайте мне 300 метров плетенки. То есть у нас вот такие ситуации, от этого самая разумная у нас использовать метраж не меньше 200 метров. Да, да, да. Ну, да, ну, то есть надо реально взвешенно понимать, что будет дальше после поклевки, и что тебе для этого нужно, какой механизм ты будешь использовать, чтобы эффективно хотя бы попытаться бороться с этой рыбой. Вот Андрей применял катушечку, биомастер 2013 года, СВ-5000, да, 5000-й ПИДЖИ. Я когда с Андреем, вернее, я скажу так, когда Андрей приезжал, мы с ним не созванивались и не обговаривали, какие нужно взять с Настей, но мне кажется, Андрей очень грамотно все это понял и взял вот эту нужную катушку. Я всегда всем хабаровчанам советую, все говорят, ой, большая, громоздкая, много весит. Да меньше она весит, чем другие, грубо говоря. Ну, она немало весит, но зато она 5000-я, и с нее вылет толстой плетенки, а трешка – это достаточно толстая плетенка, очень хороший вылет. То есть, если бы мы бы использовали там 4000, был бы вылет гораздо меньше, а если бы вообще трешку использовали, ну, кидали бы, ну, не то чтобы себе под ноги, но дистанция была бы кардинально разная. Поэтому, если хочешь использовать толстую леску, плюс у тебя еще должно быть минимум метров 200 ее, то вот априори должна быть большая шпуля, да, позволяет намотать. И теперь технический момент, я скажу, самое главное, что вот фрикционный пакет шайб, да, он не войлочный, он специально заточен под море, он не карбоновый, и они не боятся долгой работы вот этой травки фрикциона. Это вот как раз то, что нужно вот при ловле там желтощека или другой сильной рыбы. Да, в целом меня эта снасть, ну, этот типаж, этот комплект вместе с биомастером 5000-ым полностью устраивает, потому что я много ловлю им в совершенно разных морях, и часто ловлю там рыбу 7, 8, 10 килограмм, она тоже с одного рывка бывает, травит по 60, по 70, по 80 метров. То есть, в принципе, мне такая рыбалка близка. То, что мы сейчас не поймали желтощек, это как бы другая история, но тем не менее, если бы он взял, там, примерно, ну, примерно, я бы предполагал, что надо делать. Как бы желтощек, конечно, я не ловил, мне сейчас было бы глупо рассуждать, что я бы делал вот так, и это бы точно было хорошо. Но примерно я представляю, как ведет себя морская рыба подобного размера или там большего размера. И, ну, я слышу все эти разговоры, что происходит с желтощеком после поклевки. То есть, я был, в принципе, уверен, что этого комплекта снасти мне вообще должно хватить для рыбы разного размера. Вот, что еще хочу заметить. Я вот именно, Андрей, мне дал попробовать, и я два дня половил спиннингом Zetrix Exelon. Exelon. Андрей мне подсказывает, потому что я еще не запомню. Он был до 70 грамм. Это палочка. Катушечка у меня стояла Twin Power 9-го года SV4000PG морской серии с морской главной парой. Очень такой мощный. И, соответственно, я не заморачивался. У меня был толстый шнур по японской классификации четверка, как говорит Андрей. И с размером я тоже не заморачивался. То есть, Андрей мне предложил попробовать, как бы сказать, эту приманочку. Я, конечно, с такой мощным комплектом уверенным, я не отказался. И что хочу сказать по работе. чувствительность этого спиннинга за эти деньги вот с такими подобными приманками. тут даже не приманка, веса я, по-моему, самый маленький 26 грамм использовал. 26, да? Да, 26 грамм я ловил, как бы сказать. Вот этот же головка 32, вот этот 26, то есть, это были наши основные веса. Либо 26, либо 32. я рыбачил, я на таком толстом шнуре абсолютно все понимал. Мне абсолютно как бы хватало понимания, как там, что стукает, как что валится, что я попал на камни, что она с камня свалилась, упала там, перевернулась еще раз. То есть, я это все понимал и самое главное, когда произошла первая поклевка первой аухи, но мы не знали, что это была ауха у меня клюнула, потому что, в основном, до этого клевали такие, как бы сказать, сомы до 10 килограмм и выше, и тратилось какое-то время на вываживание. мы смотрели, там спиннинг загибается, и когда мы ее подвели, я начал вынимать, начал так упирать, и я понял, что что-то такое серьезное, и я Андрея спросил, Андрей, если она сломается, можно ее сломать? Андрей сказал, можно ее сломать, и я попытался. Даже было бы неплохо, если бы ты ее ломанул, это был бы для нас опыт, что возможно, что-то мы по ней еще не доделали. И я скажу, я приложил максимум усилий, затянул фрикцион в пол, специально упер в пах, палку и загнул. Я думаю, вы это еще увидите, это видео, и посмотрите, как бы, подтверждение наших слов. Ого, небольшая. Ого, небольшая. Ого, небольшая. Опять сом? Ну-ка. У меня со Снастью все в порядке. Возможно, мы подобрали. Подобрали ключик. Я не понял, что это. Он такой, что-то сомы не клюет, что-то за фигня. Ребята, а теперь мы наблюдаем, как работает Zetrix Axelon. Я хочу его сломать, мужики, специально, прямо при Андрее. Воба. Он мне нравится, это очень классно. Поехали. Поехали. Она сейчас с якоря сорвет. Это Ауха. Ауха. Ты видел, как я ее поднимал? Андрюха. Палочка очень сильно загнулась. И мы подняли эту рыбу. Ну и когда подняли, конечно, были удивлены. Это была Ауха. Там 3,600. Но упор был такой. Упор был очень крутой. Я не ожидал от Аухи на 3,600, что она может так упираться. Это было для меня реально откровение. То есть морская рыба, да, в моем понимании, может так упираться при таком весе. Тот же гигантский Каранкс, он встает на бок и пошел. Но чтобы так в пресной воде упиралась пресноводная рыба, ну вот баз, большерот и окунь как бы примерно сопоставим. Может быть, немножко проигрывает, но от Аухи я неожидан. Я был поражен. Поэтому вот такая рыба просто. Да, то есть я, честно сказать, когда увидел эту рыбу, как бы Ауху, вернее, я ее тут рыбачу и увидел, но, честно сказать, я думаю, размер будет в разы больше, честно скажу. Да, загибала палку до 70 хорошо. Загибала палку, и потом нам еще попадалась как бы рыба таких же размеров, но упор был как бы чуть-чуть послабже. Я еще что хотел сказать. Ориентируйтесь на крупную рыбу, а выходя на Амур всегда ориентируйтесь на крупную рыбу, потому что, ну тогда какой черт выходить на Амур. Не используйте так называемые пластилиновые комплектующие. Используйте хорошие надежные поводки. Ну то есть обидно, когда вы подобрали классную снасть, там толстая леска стоит, надежная, хорошая, много выдерживает, а поводок или застежка какое-то там говно по-русски говоря. Или крючок какой-нибудь пластилиновый, да? То есть снасть, я хочу сказать о том, что, ну я часто вижу, я много общаюсь с рыбаками, с обычными, я часто вижу какие-то ошибки, то есть взяли вроде бы классную леску, взяли классную палку. Блин, ну крючки полные какое-то вообще, то есть даже они могут быть хорошие, но они не подходящие по мощности. И поэтому хочу сказать, что основные наши джиголовки, которыми мы пользовались, были оснащены крючками 6.0, вот, это очень мощный толстый крючок, ВМС-шный, который позволяет бороться там, ну с любой, я думаю, трофейной рыбой и теми снастями, которые у нас есть. И безусловно, конечно, это волжские джиги, куда без них. Это лучшие джиголовки, я, ну, мы много времени потратили, чтобы сделать их такими, какие они сейчас есть, и они действительно лучшие. Я скажу, я тоже первый раз попробовал ловить вот этими волжскими джигголовками, я как бы особо не рыбачиваю джигом до этого момента, но я, скажем так, специализируюсь по горным речкам и очень много ловю таймени, да, таймень тоже очень-очень сильная рыба, от этого я как бы в этой теме иду по трофейной рыбалке, да, и использую очень мощные трофейные, как бы сказать, в целом снасти именно для ловли трофейной рыбы. От этого, как только приехал Андрей, открыл коробку и мы начали все смотреть, что поставить, я когда увидел у Андрея эти большие приманки, вот с такими крючками, я сказал, вот это надо. Это мое, да? Это мое, да. Я сразу же... Вот так я люблю. Да, вот я сразу же понял, это то, что надо, то есть, именно для Амура в этой ситуации, то есть, это действительно такое, уверенность внушает прямо надежно. Не, ну это реально продуманный продукт, это то, что нужно для ловли, для эффективной ловли и работы и вываживания крупной рыбы. Я в этом уверен на сто процентов. И, Саш, спасибо тебе большое по отзыву, конечно, об Эксилоне. Мне действительно очень приятно, я уверен, что ты говорил от чистого сердца. От чистого сердца, абсолютно. И мы действительно, я вложил в Эксилон очень много и это классическая схема, мы работали над этой линейкой примерно два года. Это там постоянные тесты, нам с завода присылали новые образцы и опять я использовал там разные палки в разных условиях, мы что-то корректировали, то есть это, ну я к тому, что многие считают, что это что-то такое тяп-ляп. То есть, да, а что там палка для российских условий, ну там, там, заказали, выбрали, там, мне вот это, вот это, вот это, через там два месяца вам привезли. Ну да, можно и так поступить, да, может быть, кто-то так поступает, но кем ты себя будешь чувствовать, ну вот я так не смогу, кем ты, кто ты будешь, когда ты будешь просыпаться, будешь просыпаться и говорить, что я за говнюк просто. Ну да, не, ну серьезно, зачем? Конечно, конечно, да. Я думаю, это... Поэтому спасибо, мне реально очень приятно, и как бы... В этом невысоком ценовом сегменте, я уверен, что мы сделали, если не лучший продукт, то один из лучших, это вообще стопудово. Андрей, вот еще такой вопрос, я просто как бы не отслеживаю, как бы сказать, бренд Zetrix, ну и первый раз с ним столкнулся, и первый раз подержал в руках, скажи, вот это Палочи Аксилон в каком ценовой категории будет продаваться? 6-6,5. 6-6,5. Вот, уважаемый зритель, я половил два дня этой палочкой, честно скажу, понятно, что опыт у меня другой, я видел палки, у меня есть и катушки, и палки от нулевого, скажем так, от бинта до ваты, как у нас любимое выражение, когда собираемся, мужики говорят, ну что, мы там все собрались, все от бинта до ваты, то есть, я точно так же упакован снастями от бинта до ваты, пробовал от минимального сегмента катушек, спиннингов, и до топ самого предельного в космос, Марс, и уже дальше там пошло, от этого, когда я первый раз... Поэтому ты можешь судить. Да, от этого я могу судить как бы уровень этой палочки, там в районе 6 тысяч рублей, я порыбачу два дня, и могу четко, уверенно сказать, это действительно палка, которых этих денег прям четко стоит, четко стоит, и она будет отрабатывать вам, скажем так, не как топ-сегмент, но вы поймете, каждое движение в приманке, она делает хороший заброс, Андрей, видел, что я кидаю агрессивненько, с коротким свистом, как по Нагорной реке, я нагружаю палки, что... Ушатать ее ты не смог, это тоже хороший показатель. ушатать ее не смог, ни на забросе, ни при вываживании, это самое главное. Я всегда уважаю палки, которые можно и перегружать, и у них есть запас прочности, и она до 70 грамм, и в первый день, или во второй, мы ездили в одно место, вечером с Андреем рыбачить, я спросил, можно я поставлю на эту палочку космастера 100 грамм, потому что я люблю рыбачить такими тяжелыми приманки. Хотя палка до 70. Да, хотя палка до 70, я ставил этого 100 граммового космастера, кидал, я бы не сказал, что она прям как сопля провалилась, и ты вот так вот водишь, и она вот... Ну да, это был перегруз, конечно, потому что палка до 70. Это перегруз, но обычно, когда палки перегружаются, там кончик себя ведет, как хвост виброхвоста, она вот весь такая сопливая, там так медленно накидывалась, а это достаточно бодро держало этот перегруз, и я достаточно корректно, четко смог забросить. То есть палка перегружается по тесту, палка перегружается на выуваживание, если я не смог сломать, я думаю, вряд ли кому-то еще доведется ее сломать именно на рыбе. И она позволяет делать очень хорошее, чувствительное, как бы сказать, не чувствительное, а понимающие проводки, то есть ты понимаешь, что творится над некими информативностями. Да, ты понимаешь, когда ты попал в камень, когда перешел на песок. То есть хорошая информативность, если грамотно сказать. Я надеюсь, мы вам не надоели, мы хотели снять 10-минутный ролик, сняли 25-минутный ролик, но я надеюсь, он полностью войдет, потому что у нас был классный, важный диалог, и надеюсь, вы для себя почерпнули много новой информации. Я, честно сказать, даже не знаю, как монтировать это все видео, А Улупани по прямой. Да, по прямой на весь, на все время. По-моему, отличный. Да, мне тоже, по-моему, нравится. Мы Улупани по прямой со всеми этими. Мы действительно обговорили много важных нюансов, моментов, и я уверен, многим будут они важны. Сделаем название, разговор с Андреем Петерцовым про Амур, про Снасти. Не быстрый. Не быстрый разговор с Андреем Петерцовым. И я знаю, что есть любители посмотреть таких видео, так что кому нравится, смотрите это видео. Саша, спасибо тебе огромное, спасибо за рыбалку, спасибо за теплый прием. Андрей, тебе тоже огромное спасибо, что ты приехал к нам в гости порыбачить. Я сразу же отозвался, как бы сказать, на это приглашение, чтобы порыбачить с тобой. Мы сделали в наших возможностях, чтобы мы смогли сделать все возможное. Максимум. Да, мы сделали максимум, создали комфортные условия, передвигались на технике, был у нас карплотер, была хорошая погода, кроме одного дня, но мы даже в плохую погоду умудрились выехать, что-то половить, только не помню, уже поймали, не поймали, мы тогда в плохую погоду. Тоже не помню, по-моему, одну рыбку или несколько. Да, только одну рыбку, несколько рыбок мы все равно поймали. Ну вот, уважаемые зрители, наступает наше время закрывать наше мероприятие, догружать машину, везти Андрея в аэропорт, ну и, соответственно, еще позавтракать, так как мы еще не завтракали. Пошли завтракать. Да. И вам тоже всем рекомендую, кто голодный, тоже покушать. Ребят, спасибо, что смотрели в очередной раз. Да. Всем крутой рыбалки. Да. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, уважаемые зрители. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это мы дали. Я думаю, очень классно будет. Классно, классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok